ребят всем привет на выпуск мяса мы сегодня в д-атлетик в гостях у димона крылова и мы сегодня саней будем долбить дельты знакомьтесь великий ужасный маэстро боли можно просто дизайнер мышечных волокон мясо кому мясо по заказу больше мяса меньше жира в массу больше мясо мясо крепких костей мясо по госту дед и карька новостей короче ребята будьте на мясе я вчера подтягивался с отягощением непосредственно спина была и первым шли подтягиваться с отягощением сейчас в качестве разминки да ну и скажем так большего объема тренировочного стресса на широчайший я подтягиваюсь перед каждой тренировкой берусь достаточно широким опытом в принципе когда полтинник подвешиваешь к поясу значительно тяжелее подтягиваться каким планом да я таким же хоть я и узко плечи но подтягиваюсь широким я себе как бы ищу я все время широким да я бываю дело узкое но условно широким вот ребят два варианта вам подтягиваю саня делает чисто ширина я делаю ясных колокти вперед короче саня показывает как на ширину я показываю как на толщину выбирайте для себя то что он лучше подходит я тренируюсь без ну на тросочку и делаю всего по два подхода рабочих саня делает побольше режим раму включен да ну чё да я бы еще подходит хорошо а ты ты два ты же в мутураже ходишь ты видишь получился себя четко чувствовать всего двух подходов убиваешь на машину да я так был у меня раньше пять потом четыре потом три сейчас это делается до двух ну то есть один на максимум и второй вообще все чаще всего а ты в день спины подтягиваешься первым движением первым всегда первым я все тренировки начинаю подтягивать но у тебя идет с тягощением или тебе хватает пока собственно веса я всегда собственно веса я подсмотрел как у одного выступающего спортсмена значительно интересную разминку для дельты как и серьезность ставишь в принципе неплохое утомление движение немножко необычное это случайно не хосе Рэмон нет нет у него может он и делал впервые но я у нашего подсмотрел парня хосе делает очень много таких вещей да 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 ребят многие моменты остаются за кадром если вы хотите реально послушать о чем мы базарим просто приходите в д-атлетик то есть а ты немного вот себя немножко под себя сделал движения да ну да мне это комфортно Честно сказать, я вот когда съемки идут, я совершенно по-другому тренируюсь, нежели чем когда маята Да, я как угурю мое говно Плеер включил, никого не слушаю Нет, так оно и должно быть Ребят, смотрите, мы для вас реально стараемся То есть, когда мы каждый тренируемся, мы полностью в тренировочном процессе полностью погружены в него на максимум Реально, у Сани, там плеер в уши, и он пошел в зал У меня, например, ну, мне без разницы, что вокруг меня творится, я все равно буду просто делать свое У каждого свой подход к тренировкам Пробуйте, примеряйте к себе, что вам нравится, оставляйте, что не нравится, выкидывайте нахрен Бху! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, обратите внимание, что чем сильнее вы изолируете мышцы, тем вес отягощения ниже, потому что вы подключаете меньше мышц стабилизаторов и прочих других мышц, работающих в динамике. Поэтому, если вы, скажем, разводите по 30 килограмм гантели, в этом движении снизьте вес хотя бы на четверг, на третьих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быть может, вам не всегда получается в разлотах стоя, а по максимуму изолировать трапециевидную, да? Дело часто не в том, что вы неправильно делаете, да? А бывают еще несколько анатомические аспекты, да? Скажем, ключица пологая, достаточно непрямая. В этом движении возможность подключить трапецию в значительной, ну, динамической, статической работе значительно ниже, нежели чем в разлотах стоя. Поэтому попробуйте, реально движим. Давай-давай-давай-давай, руби! Бум! Бум, бля! Я просто беру вес и башу на максимум. Насколько получится, насколько получится. Если много сделал, беру тяжелее. Да, но у меня диапазон повторений. От 4 до 12 в среднем. Видишь, с чем это связано? Да. Гастосмотрители, да? Объяснилось? Гастосмотрители, круто! Объясню, с чем это связано. Связано это с тем, что я стараюсь, но... Ну, в межсезонье хорошо восстанавливаешься. Жрешь все подряд, кулишься там немного другими препами, чем на сушке. Поэтому резервы восстановительные больше. Поэтому я стараюсь за тренировку попробовать проработать все типа волокон, да? То есть, грубо говоря, не только гликолитические, но и медно сокращающиеся волокна. То есть, повредить по максимуму эти... Ну, еще прочие умные слова. Ну, ладно. Что, будешь делать? Я два похожа. А, все? У меня в упражнении два всего. Я же натурал. Знаешь, в пабликах таких шоколадских пей натуралов поебал, смотришь? Вот скажи, мы примерно поняли про твои планы, да? Что ты хочешь в натуражку готовиться. И билдинг натуральную. А вот как насчет... Не, Мэнс Физик, ну... Я думал, номинацию вообще не воспримет. Но есть средняя между Мэнс Физик, новой номинацией, и классикой. А нет, ты как думал, не думал? Классик Физик, ну, я думал об этом, конечно. И как раз в натураху можешь даже выступить. Ну да, но... Когда она до нас дойдет, неизвестно. Это дисциплина, это первое. И второй момент, ну, блин, я уже сумасшистая. Я не хочу быть классик Физик. Не хочу обратно. Я спланку себе задвинул, я не могу спускаться вниз. То есть все-таки Energy Diet, Energy Diet. Но мы увидим все равно скорого ГОСТа. Мясного, пропорционального. Ну, смотри, он полгода без него. Ну, кстати, достаточно хорошая сепарация между собой. Полгода на отдыхе. Слушай, да у тебя сейчас заднее бедро, нужно что-то соревновать. Ага. Не, я тебе серьезно говорю. Соревнования-то такой не выставлял-то, а? Я был на фарме. Не, сейчас, видишь, сейчас воды, но у меня организм вообще не держит никакой. Поэтому я глупо. Держит тоже. Поэтому и поглубже. Поэтому надо, наверное, грамотно все это расписать. Возможно, на трошку можно все это сделать. Вот ты знаешь, кстати, я когда в больнице лежал, там, пичкой или мочегонкой, ну, всем, короче, неприятно на самом деле. Но, скажем так, по рельефности мышц у меня и близкой не было, как в больнице, даже на сцене. То есть стихлось, ну, реально все. То есть там прямая, латеральная, медиальная. Ну, а о чем это говорит? О том, что нам нужно вообще пересматривать весь подход по тренировкам. И вообще к фарме. Да. Чтобы добиваться вот именно такой глубины. Вот самое интересное, знаешь, я сколько занимаюсь, я понимаю, что нихуя не знаю. А люди вот, знаешь... Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что нихуя не знаешь. А люди, на самом деле, которые там полтора дня в зале позанимались и думают, что они все знают. Ну, как так? Понимаешь, все знают, когда ты мистер Олимпиа. Вот тогда ты все знаешь. Литовь, Юл, скорее всего, скажешь, что я до сих пор обучаюсь. Че, пожмем? Давай. Давай. Ну, видите, тренируется, а вы все, блядь, соевая мука, соевая мука. Я не сразу спер. Показать вам смешную приколюху. Оп! 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 Ха-ха-ха! Ну, я разговаривал. Бум! Есть! 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 Нет! Есть! chau! Вообще боли не чувствую, человек. Я ему со всей дури ковырялкой своей спину втыкаю, он до сну. Я вообще боли не чувствую. Я тоже к массажисту хожу, знаешь, чем больше места, такое ощущение, меньше болит. Мне наоборот, по кайфу. Да, он не болит. Обычно уже мне... Я не сильно, я всем местом ковырял, не зажимается, на самом деле, боли не чувствую. Может, я сейчас скрючусь? Лично? А? Давай, я к этому повырял, ты даже не отвечал. Сейчас. Ну что ты? Давай, что ты подперёжкаешь сейчас? Видите, на дырку не попадаю. Да не шучу, где надо, я попадаю. Это магнезия, а не то, что вы подумали. Короче, сейчас проверим Саню на предмет боли. Вы помните вчера, да, массаж мне делали? И, короче, сегодня я решил бросить вызов Сане Щукину и проверить его на бой. И вот с такой силой я ему проминал. Вот именно вот с такой силой. А он заснул. Ты понимаешь, о чём речь? Ну... Тебе тоже нормально, да? Ты тоже в танке. Он тоже в танке. Нормально. А может для симметрии левую тоже? Да, 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 да. Ну, не, я не могу. Ну, кайфово. Ну, я тоже кайфую. Я, блин, вчера заснул. Ну, обычный. Умирает нахуй. Ну, мы не обычные люди. Ну, да. Давай. Пойди, пойди, пойди. Я ещё сделаю? Давай, давай, давай. Будешь? Ты всё? Два подхода для натурала. Ребят, вот я вот, блядь, я так жалею, что у меня не было возможности, когда я начинал найти хорошего специалиста или просто человека, который скажет, блядь, чувак, кто делает тягу в позе сруще собаки, это же к травме. А я только так и тянул. Столько времени в пустую травму. Ну, зато ты опыт получил и больше такого делать не будешь и всем другим будешь следовать так правильно. Мне повезло. Я нашёл сразу же тренера. То есть, с первого дня в бодибилдинге я нашёл себе тренера, который меня будет везти. Поэтому за тридцать с половиной года я, ну, в классике придётся высоту очень быстро. Сразу же к самому лучшему спецу, который у меня был доступ. И он у меня доступ этот был за семьсот километров от того места, где я жил. Ну, ничего страшного. Ну, от вопроса мотивации. Человек захотел, перебрался в другой город, жил в съёмной квартире, работал тренером 24 на 7. Конечно, когда у него такой путь, у него есть и желание работать, блядь, а не блядь. Вот именно. Дальше говоря, ребят, мужчины измеряются не в балабольстве, блин, а в действиях, в конкретных действиях, что сделать за сегодня. Не за завтра, не за вчера, не за год, а за сегодня. Что ты сделал за сегодняшний день? Потому что болтать все гораздо. Крена, блядь! Знаешь, как такой смешной мем? Чувак пялится на тёлку, да? А кореша придавил. Саня, блядь! Саня, блядь! Саня, блядь! Да, давай, все надо. Верхушку. Убирайте за собой посуду, тренажеры, штанги и весь свой бардак. У Димона Тима есть на х** на самом деле в зале. Приколись. Встань туда, на середину. Ни хрена. Я тут пристань буду. Оооо, это вообще рай, е**. Слушай, вот тут многоподсорку вообще реально легче делать. Реально Димон позаботился, короче. Я свой поезд не взял, ребят, отсюда. У меня есть у вас одинаковый размер. Талины за верху пошли. Входим, наверное. Ребят, не забывайте про воду. Пейте столько, сколько хотите на тренировке. То есть бывает тренировка легкая, там вообще ты можешь вообще бы даже ничего не пить. Там пол литра максимум. А бывает тренировка ног, там и два, и три литра бывает. Может уйти воды из-за того, что все время циркулирует. Вода выходит с потом, вода выходит с дыханием. В общем, вода постоянно должна циркулировать. Поэтому нужно пить много воды. Почему, да, все задают вопрос, почему нужно пить много воды? Да потому что прочищать организм нужно все время. Ребят, это прям про меня, смотрите. И про Саню, кстати, тоже. Не могу приключать двери. Да? Да. Это вот алмазовская тема, наверное. У вас есть. Как вино-молчатик. Есть. Есть. Вот. На самом деле интересная штука, почему-то на камеру всегда такой дричь кажется, что есть больше таких дричь, а вживую больше, реально вживую намного больше. Слушай, такая тема еще, а ты делаешь прыжки? Модная тема, достаточно, я вот прыгаю. Слушай, раньше я прыгал очень круто, не делаю. А где ты прыгаешь? Ты же пятнашки. Не-не-не, не то, что ты нарешаешь. Например, там на такую высоту. А, вверх? Да. Я понял. Не, можно как-нибудь приколос еще? Это мое интересное, потому что немножко по-другому присед совсем идет после, знаешь, как будет более толчковый. Я понял. Hund, не могу. Серьезным. Засеки Что тут за гений в зале, короче Просто реально гениальный чувак, который все это собирал оборудование Реально метрофлекс Трансфоргер, короче Русский метрофлекс Называется The Athletics На Науке 71 Приезжайте сюда, здесь вообще движуха Постоянно кто-то что-то снимает Постоянно кто-то что-то ебался тут в мясо конкретное Ну, короче, здесь реально интересно И здесь еще девчонки ходят клево Так, предлагаю два варианта Как думаешь, ты какой будешь делать? Сиди или выходи? Сиди, вот так Точно, хватит, упадешь О, о, стой, мать О, 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 о- ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, у тебя прям вид, да? Ага. Ну, кто не знает, вид высокоинтенсивный тык. Это как? Погоди, мы же название я ему дал слегка вместо Жерикова. Фастфит, б***ь. Быстрый набор мышечной массы. Фастфит. Нормально все. Фастфит. 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 Я лучше так чувствую накачку и рост Он лучше так И опять же У каждого из нас есть Подоплека всему этому Он так делает два подхода Потому что он занимается натуральным тренингом И боится впасть в перетренированность Я же не боюсь впасть в перетренированность Рационально рассматриваю свои силы Ну и четко их распределяю В течение всей тренировки Потому что моя задача по чуть-чуть прогрессировать каждый день А у Сани прогрессировать каждый день Нужно вдвойне больше Потому что его задача соревноваться на профессиональном уровне И он должен выжопывать каждый день Естественно какие-то вещи необходимо принимать Чтобы просто-напросто не сдохнуть И не стать инвалидом в этом зале По заказу в музло Может поделаем шраги в тренажёре Там очень интересный такой забавный тренажёр Я кстати по нему не разу не делаю Амплитуда получается достаточно большая Вчера я делал по-своему Сегодня буду делать как Саня делает С акцентом ещё на осуществление Где дельта и трапа Ну вот прям на глубину Можно ли за спиной делать? Я за спиной делал вчера А ты прям как тягу под бороздку получается делаешь Уже не ты Ага Я вчера не трапу делал Тогда я так же поделаю Такое достаточно интересное движение выходит Аналогичные тяги штанги Под бороздку Ну и тут опять же Траектория немного другая Амплитуда уже задана Поэтому Возможность подключить мышцы стабилизатора Или другие мышечные сигналы Не целевые будут значительно ниже Амплитуда уже задана Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ребят, хотите, чтобы мы с Саней еб***ли ноги вообще по жести, как раньше, короче? Пишите в комментариях, мы с Саней точно сделаем, да, Саня? Вообще, не вопрос. Короче, ребят, тренировка на сегодня закончена, тренировка Д, два варианта. Вариант техники от меня, вариант от Маэстро Боли. Вам, как всегда, будьте добрее, мне веселее, здоровее, и вам еще Саня кое-что хочет сказать. Все, ребят, давайте, до новых встреч, поменьше среди, в комментариях, побольше думайте тем, что у вас под волосами, в черепной коробке. Ну, реально, будьте добрее. И тогда солнышко вам почаще будет сиять и улыбаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребят, после тренировочки обязательно какой-нибудь шейк выпивайте. Саня мне решил сделать басяцкий подгон. Так. Протеинчик после тренировочки. Ну, вообще, принимайте просто тренировки, просто пищу, ну, у кого нет спортпита, принимайте просто еду, которая, ну, легкая для усвоения. А у кого есть спортпит, ну, принимайте, ну, порция, короче, какого-то шейка. Очень круто по тренировке, чтобы уже какое-то усвоение пошло, микроэлементов, витаминов, БЖУ и прочего. Собой всегда есть ГРОУФУД. И, смотрите, у Сани тоже оказалась с собой. Да, да. Правда, у меня эти дырявенькие на упаковочке. Но, ребята из ГРОУФУД пообещали мне, что скоро я на упаковке буду. О, это успех. Пацан к успеху шел. Так что, ребят, носите с собой уже, уже приготовленная есть жрачка, при том, 2 800, а 2 800 рублей в неделю. Вообще клево, по-моему. Идеальный вариант для холостяка. Кому нет времени, ему дохаться на кухне. В принципе, хорошая, здоровая пища готова. Кстати, разнообразная. Сегодня там, курица, завтра рыба. Мне вот больше всего 5-й крючки пищи нравится. А тебе? А, мне тоже. Запеканки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова